Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в Вятке. 13.05 в Кирове начинается программа «Сделано в Вятке», неоднократно анонсированная мною на этой неделе, мною Светлана Изанько. Напротив меня в тёплой нашей компании сейчас находится Роман Веселков, основатель, инициатор создания программы «Викторина. История создания». Рома, здравствуй. Добрый день. Очень приятно, что ты после программы «Голубой весел» с нами остался. Думаю, что тебе тоже приятно, потому что... Я узнал, какой гость будет, конечно, я не мог не остаться. Вот. Потому что Михаил Сергеевич Судовиков принял всё-таки моё предложение, озвученное в прошлом эфире, и будет являться нашим постоянным, бессменным, соведущим, поскольку кому же ещё, как не ему, это сделать? Как не доктор исторических наук, да. Доктор доцент, заведующий кафедрой отечественной истории, директору Кировской областного краеведческого музея, автору многих публикаций, которые в том числе посвящены и экономическому развитию Вятского края, и тем самым прорывным моментам в истории Вятской губернии и развитию предпринимательства на Вятке. Поэтому весь этот букет у нас будет представлен в ряде наших программ. Спасибо нашему партнёру Заводу Вятичу, который поддерживает такие проекты. Михаил Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что у вас уже вторая программа, и мы тут за кадром с Михаилом Сергеевичем обсудили, что, в принципе, Вятка, как некое поселение, это же поселение, которое собрали из ничего те же самые промышленники и торговцы. Те же самые торговцы, которые в своё время совмещали грабёж и сбыт награбленного за какие-то денежные средства, ну, уж какие там были. То есть, по сути дела, у нашего города, у нашего края большая именно торгово-промышленная закваска, давайте так скажем. Это действительно так, потому что ушкуйники, которые пришли сюда, согласно общероссийским летописям, в 1374 году как раз были представителями в том числе и торгово-промышленного мира русских земель вот того периода. И, ну, нередко, вот знаете, о них говорят как о разбойниках, но на самом деле это были люди торговые. И для того периода в целом было характерно, что предпринимательство, торговля сочеталось с какими-то и грабительскими походами. Такие были условия. Об этом писал ещё Николай Михайлович Карамзин. И, кстати, вот о вятских торговых людях он писал, как о неких норманах, которые плавают на лёгких судах по вятке, каме, в Волге. И в то же время они, ну, действительно делали и, ну, своё профессиональное такое, вот осуществляли профессиональное занятие. То есть они занимались и торговлей, и грабежами. И это, в общем, была особенность того периода. Конечно, до века цивилизации ещё было очень-очень далеко. Так же начинали и европейцы. Это не есть одно, собственно говоря, какое-то изобретение наше, российское. Но в то же время вот ушкуйники, которые стояли у истоков той вятки, в которой мы с вами сегодня живём, они были представителями торгово-предпринимательского сообщества. Я сейчас сообщу нашим слушателям, что мы определились окончательно с форматом нашей передачи. Мы начнём с самых истоков зарождения предпринимательства на вятке. Так обозначили для себя сегодня, что мы, наверное, пройдёмся по 15-16 веку. И дальше в каждой программе мы так и пойдём по историческим периодам, где будут у нас истории, где будут цифры, имена. Да, вот в таком формате будем работать. Но всё-таки, значит, 15-16 век – это то время, о котором уже есть какие-то, во-первых, записки сохранились, есть какие-то упоминания. Да, есть письменные источники. И есть вот замечательный такой вот источник, по которому мы можем судить о существовании торговых людей на вятской земле. Причём, ну, торговые люди в тот период уже составляли элиту вятского общества, поскольку в грамоте митрополита Ионы эта грамота датирована, ну, приблизительно, где-то около 1452 года. Ну, нет точной датировки. Историки предположили, что вот этот документ мог быть составлен именно тогда. И вот в этой грамоте перечисляются основные категории населения нашего города. И первыми идут земские воеводы. Это были выборные люди. Существовало в тот период до присоединения вятской земле к московскому государству, Вечевая республика. Вот. Причём, ну, Вятская Вечевая республика имела... Вечья – это дума. Это дума, да. Современная. Да, Вятская Вечевая республика, она имела свои особенности. У нас не было княжеской власти. Если в Новгороде был князь, как военный руководитель, да, Новгорода, в Вятке княжеской власти не было. Она была сословная всё-таки, вот эта вечья, сборища? Да, сословная. Так или иначе. Сословная. Но общество, тем не менее, понимаете, в тот период было всё равно в большей степени однородным. Были землевладельцы, вот, то есть они, собственно говоря, элиту и составляли. И понятное дело, что на такие вот руководящие должности выбирали людей, которые, ну, состоялись уже в каком-то, ну, своём занятии, в каком-то своём деле. И вот в этой грамоте перечисляются воеводы земские, далее идут ватаманы, это, судя по всему, профессиональные военные. Вот, далее идут подвойские, и он их называет. Подвойские – это, ну, как предполагают историки, это лица, которые осуществляли судебные функции Вятского веча. И вот после подвойских идут бояре, это землевладельцы, и затем называются купцы. Купцы. То есть мы, применительно вот к XV веку, можем уже документально подтвердить существование купечества на Вятской земле благодаря вот этой грамоте. Середина XV века. Середина XV века, и митрополит Иона призывает вот вятских людей, в том числе и купцов, покориться великокняжеской власти. Ох, наверное, не понравилось им. Войти, да, в состав московского государства, признать власть, ну, тогда княжил Василий Второй Тёмный. И эта грамота, очевидно, была зачитана как раз на Вятском вече, и вот Светлана совершенно права. Я думаю, что эта грамота, конечно, не понравилась, потому что, ну, эта грамота, она не возымела никаких практических шагов. Вятская земля сохраняла свою самостоятельность, независимость до тех пор, пока это было уже при Иване Третьем. Сюда не пришло огромное войско. Вот по некоторым летописям 60-тысячное войско было послано Иваном Третьим. Сам Иван Третьим на Вятку не пошёл, а было послано для того, чтобы покорить нашу землю. Вот сколько понадобилось сил, чтобы подвятских жителей покорить. Вот и... Серьёзно относились. Очень, да, интересные тут моменты, тоже вот связанные с историей вятского купечества, предпринимательства. Когда московское войско подступило к нашему городу, начались переговоры. Начались переговоры, и известно, что в качестве переговорщиков к московским воеводам как раз вот были приглашены торговые люди. Как интересно. Взятка это называется. А торговые люди... Нет, это как раз, это дипломатия с применением денег. Ну, честно говоря, я просто перебью, ну, прав или нет, но в тот момент купцы как раз были те самые образованные люди, которые знали языки, знали особенности людей других городов и стран. Кто, как не они? Ну да, торговые люди, они постоянно перемещались и в пределах там одного княжества, понятно, что вели обширную торговлю. Вот, и, ну, очевидно, была определенная деловая культура. Купцы ведь выполняли очень долгое время дипломатические полномочия. И при Иване IV и в дальнейшем дипломатическая служба в России начала формироваться, ну, только где-то в веке XVII, да. И то в XVII веке, когда вот купцы выезжали в другие государства, они выступали в качестве дипломатов. И на примерах авиатской истории мы вот можем говорить о том, что к московскому войску вышли торговые люди и начались переговоры. Причем известно, что... Это какой период времени еще раз? Это 1489 год. Да, дело было летом, летом, вот, и несколько дней шли переговоры. Ну, и в результате вятка вошла в состав московского государства без кровопролитий. Здесь не было никакого подавления, бунта со стороны вот московского княжества. Но в то же время, когда вятка вошла в состав московского государства, купический мир несколько слаб, потому что Иван III проводил очень такую мудрую политику с точки зрения государственного развития. Присоединение любой территории завершалось тем, что Иван III производил развод. Что это означало? Это означало, что из покоренной земли высылались зажиточные люди. В том числе и вятские купцы были высланы в другой город. Куда? А вот, вы знаете, мы можем в точности сказать по летописям, куда они были высланы. Это вот уникальное просто известие. И сохранился один из документов, где говорится о том, что торговых людей нужно посадить в городе Дмитрове, что под Москвой. Поэтому, ну вот... То есть, все-таки, по факту, получается, он вот этих продвинутых людей, торговых людей собирал около Москвы? Не расселял их по России? Около Москвы. Но расселение... Вот вятские люди оказались около Москвы. Расселение было в целом по России. Кого-то отправляли и в Новгород, но Витчан в Новгород было отправлять опасно, потому что Новгородская республика тоже была незадолго до вятки покорена. А вот традиции самоуправления были очень большие, и поэтому в целях борьбы, ну, как бы мы сейчас сказали, с сепаратизмом, с таким, да, вот, самых, ну, таких вот рьяных селили поближе к Москве, конечно, да, с тем, чтобы можно было как-то за ними наблюдать. Как это сказалось на развитии купечества на вятки? Вот это сказалось первоначально негативно, потому что купеческие семьи, причем выселялись купцы вместе с семьями, вот, а на вятку в свою очередь прибыли выходцы из других покоренных городов. Очевидно, были выходцы и там из северных городов, возможно, из Пскова там кто-то прибыл. И, кстати, тоже тут есть, ну, здесь вот уже сохранились местные легенды, ну, крупнейшая купеческая династия дореволюционной вятки, это династия купцов Рязанцевых. И как раз вот по семейному преданию эти Занцевы появились здесь на вятке в годы правления Ивана Третьего. И есть все основания предполагать, что они были среди тех купцов, которые были высланы сюда из какого-то другого покоренного города. Ну, по фамилиям же очень нужно проследить, Двиняниновы, Москвины, Машкины, Машковцевы, да, Машковцевы. Машковцевы, да. Это все Машква, это все выходцы как раз. Ну да, да, ну вот по поводу Машковцевых, они появились в смутное время, вы знаете, в тот период тоже ведь бежали там от поляков, шведов. Я вас прошу обозначать все-таки даты, время, потому что не все знают, что помнят, что такое смутное время. Это начало 17 века, и к этому времени мы еще с вами подойдем. Но вернемся все-таки. А если вернуться, да, к тому периоду, то, ну вот, кстати, очень интересная тема для изучения, что стало вот с теми вятскими купцами, которые прибыли в Дмитров. У нас есть информация о том, какие фамилии были на вятке вот в 15 веке. Да. И в летописи называют, например, такие фамилии, как Мышкины, Лазаревы, Богодейщиковы. Ну то есть вот если посмотреть среди жителей города Дмитрово, вот то я думаю, что вот можно тут... И Лазаревых, и Мышкиных можно будет найти. Можно будет найти, да. Ну тут нужно, конечно, специальное исследование. Ну и в то же время вот в 15 веке началось формирование тех купеческих фамилий, которые стали известны всей России и в 15, и в 16, и в будущее время. И мы вот, я еще раз хочу повторить с точностью, можем говорить о том, что одной из самых крупных и известных купеческих фамилий 15-16 века на вятке, это была фамилия купцов Рязанцевых. Сохранились документы, которые рассказывают о том, что Рязанцевые торговали по Волге, торговали с Астраханью. Северный путь был открыт только в конце правления Ивана IV, город Архангельск, был основан в 1584 году. А до этого периода вятские купцы были известны как торговцы по Каме Волге. И известен, например, такой купец, как Федор Артемьевич Рязанцев, который торговал в Астрахане. Ну, также по документам, по таможенным книгам известен ассортимент вятских товаров. Да, очень интересно. Применительно, вот на прошлой передаче мы с вами говорили, применительно, но к более позднему периоду, но основным вятским товаром был хлеб, да, и сельскохозяйственная продукция. То, вот в 15-16 веке торговали такими промысловыми товарами. Например, на рынках России того периода очень ценился вятский мех. Что неудивительно. По документам известно, что вот на рынке России, ну, в частности, вот в Москву поступал мех белки, вятского бобра. Николай Иванович Костомаров, известный историк, пишет о том, что на вятке были искусные охотники. Это татары, вот у нас край многонациональный, и один из занятий татарского населения, это была добыча вот меха, да, вот. И у охотников купцы покупали мех и везли на рынке России. И, кстати, очень также интересно, что одним из вятских товаров, который поставлялся на рынке других городов, был мёд. Мёд встречается во многих документах и обозначается как вот один из вятских товаров вот того раннего периода. Ну, затем, когда основывается Архангельск, вятские купцы, ну, уже где-то с конца 16 века начинают совершать пока первые рубки поездки в этот город. Возможно, что были, ну, какие-то царские указы, связанные вот с этим периодом. Мы достоверно не знаем. Вот, ну, пока вот, ну, честно говоря, мне не встречались вот эти документы, и ни в каких сборниках я их не видел. Ну, скажем, если провести даже аналогию, когда основывался город Петербург, о чём мы с вами в своё время тоже поговорим, выходили петровские указы, где Пётр приказывал повернуть направление торговли из Архангельской в Петербург. Такие вятские предприниматели стали основывать вот тот, осваивать для себя вот тот рынок питерский, да. Вот, ну, и здесь был основан новый город. Мы сейчас об Архангельске говорим, и скорее всего, вот как раз тоже, как вы говорите, последовали какие-то указы, которые направили купцов туда. И в развитии Архангельского порта государство было очень заинтересовано, потому что у России появлялся выход в Европу. До этого, ну, торговые пути были только сухопутные, и, ну, пробираться через Речь Посполитую, с которой Россия воевала, при Иване IV шла Ливонская война, было очень-очень трудно. И тут вот появляется портовый город, правда, замерзающий порт был. Архангельский порт работал только пять месяцев в году. И Иван IV проявлял очень большую заинтересованность в развитии англо-русской торговли. Это какой период времени, ещё раз? Это конец, конец 16 века. Конец 16 века. И здесь вот вязкие купцы потихоньку стали осваивать русский север. Ну, торговля с устюгом, она была одним из традиционных направлений, но вот надо было идти дальше на север. А вот интересно, как они это делали, как они осваивали? Только ли они святки привозили товары там, и кому они там продавали, и возвращались? Или, может быть, они целое поселение основывали? Ну, не исключено, что были поселения. В Архангельске были целые колонии иностранцев, вот в 17 веке известно. И в 17 веке в Архангельске строится очень большой гостиный двор. По сути дела, это город в городе. Там были и торговые места, и своя церковь, и места, где складировались товары. То есть это был огромный рынок такого общероссийского характера. Ну и то, что у истоков вот этой архангельской торговли стояли именно вятские люди, об этом мы можем говорить с полной очевидностью. И, кстати, в развитии города Архангельска очень были заинтересованы англичане. В начале 17 века, когда было смутное время, когда на севере появились шведы, англичане ведь стали терпеть очень большие убытки от того, что рынок стал заниматься шведами. Да, и англичане сыграли большую роль в переговорном процессе, чтобы новое правительство, уже династия Романовых, выходило постепенно из состояния политического кризиса. Так что, вы знаете, вот здесь ведь очень много таких очень интересных пересечений, казалось бы, местной истории, но пересечений с общероссийскими сюжетами. Вот, и мы можем гордиться тем, что отведские предприниматели были людьми, которые не замыкались только на местном рынке. Ну, а что же все-таки брал внешний рынок? Что Европа активно у нас брала? Ну, то же самое получается, я думаю, меха и хлеб. Меха и хлеб. А какие-то, может быть, там, не знаю, лен, пинька. Лен, нет, вот эти товары тоже имели большой спрос, ну, где-то приблизительно со второй половины 17 века. Это уже более поздний период. Это уже более поздний период, и вязкий лен, он тоже сыграл свою очень большую роль. Но об этом в 17 веке. Сейчас у нас перерыв, мы прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в Вятке Так, продолжается программа «Сделано в Вятке». Я, наконец-то, добилась от своего компьютера четкой связи с интернетом, потому что мне очень было интересно, вот мы говорили о купцах Рязанцевых, таком мощном купеческом роде, да, который был в свое время депортирован в Вятку. Судя по всему, да, это была граница 15-16 веков. Так вот, набираю Киров-Рязанцев и вижу, у нас есть потомки, видимо, вот сейчас обсуждали уже за кадром с Михаилом Сергеевичем, что действительно есть Рязанцевы, напоминаю, что у нас был уже ныне покойный, великий, очень известный музыкант, если я не ошибаюсь, что покойный, честное слово, потому что я только сейчас поисковике вижу, да, вот 20 июля, кстати говоря, буквально на Вятке.ру было сообщение, что в Кирове сквернили могилу Вятского погонения Сергея Рязанцева. Это ужасное событие, но я сейчас о другом говорю о том, что вот это тоже фамилия Рязанцевых, которая, видимо, связана с родом купцов, которые сюда были перевезены. У нас есть Вадим Рязанцев, между прочим, это автор Бюста Герцена, который знаменитый стоит у Герценской библиотеки. То есть вот это потомки, да, насколько я понимаю? Это уникальная династия. Это потомки, конечно, потому что у Рязанцевых было несколько вот таких родовых веточек. Некоторые Рязанцевы осели в Соликамске, а Вятская ветка, она, пожалуй, самая мощная будет. И Рязанцевы были известны и в 19-м, и вот в 20-м веке, в частности, вот Бюст Александра Ивановича Герцена, да, всем хорошо знакома. Это тоже дело рук одного из Рязанцевых. И действительно, это вот, вы знаете, на самом деле, вот в каждой династии, вот она интересна, надо изучать. Я думаю, что у многих корней уходит далеко там за 18-17 века. Вот, и можно делать очень много открытий. В своё время, в 20-м веке, ведь вот эти все, понимаете, вот генеалогические исследования были прерваны, а генеалогия была вообще запрещённой наукой. Вот, и говорить о своих предках вообще считалось неприличным, да. И нельзя было это делать. Вот, и поэтому в годы там сталинских гонений, но многие даже сжигали там фотографии, если на фотографиях были изображены родственники, ну, к примеру, священники, а не дай бог, кто из дворянского рода. Те же купцы. Да, и те же купцы, да. Но в то же время, вы знаете, вот, ну, купеческие фамилии, они всё равно вот сохранялись в сознании вятских людей. Вот очень интересный пример с Кардаковским магазином. Он относится к 15-му и 16-му веку, этот пример? Он не относится, но поскольку мы заговорили о потомках, о потомках вот вятских купцов, вот, то в советский период, несмотря на то, что в этом магазине находились там ткани, и магазин назывался по-другому, в просторечии всегда говорили, пойду в Кардаковский магазин. И вот в 90-е годы это название сохранилось. Раз уж мы вернулись снова к периоду, ну, там, границы 15-го, 16-го века и говорим о присоединении вятского края к московскому государству, то вот мы сейчас описали в первой части программы, как продвигалось вятское купечество на север нашей страны. Вы же, Михаил Сергеевич, сказали, что таким образом присоединение вятки к Москве отодвинуло вятку как бы на край государства? Да, отодвинуло вятку на край государства, и на определенное историческое время вятка стала окраиной московского государства, поскольку Урал, Сибирь, ну, тогда официальный состав России, Россия, российского государства, понятие России начало формироваться именно при Иване III, когда и вятка была присоединена к московскому государству. И вот очень любопытно, что в исторических документах вот того периода, конца 15-го века, начала 16-го, можно встретить такой термин, как вятская Украина. Мы были вятской Украине. Мы были окраиной московского государства, и нас называли вятской Украиной. И здесь вот вятка сыграла вот в этот период очень большую роль, как форпост для продвижения России, московского государства в восточном направлении. Казань брал, Астрахань брал. Да, да, и тут еще Сибирь. Конечно. Сибирь тоже брали. Вот. И, ну, как раз вот в конце правления Ивана IV, в 16-м веке, начинается присоединение Сибири, вот, поход Ермака Тимофеевича. Вполне возможно, что и вятские люди были в составе отряда. Может быть, снабжали экспедицию даже. Вот. А насчет снабжения, Светлана, совершенно правы. Вятка сыграла очень большое дело в продовольствии, в продовольственном деле. Вот Сибирь того периода, поскольку Сибирь не знала сельского хозяйства. И, ну, после того, когда земли потихоньку входили в состав московского государства, естественно, остров стал продовольственный вопрос. Рост культуры, земледелия в Сибири не было. И вятский хлеб в тот период сыграл огромную роль в деле продовольствия, снабжения продовольствием вот огромной территории, да, огромной территории сибирской. Но в то же время, вот в дальнейшем, уже во второй половине 17 века Сибирь сама себя обеспечивала уже хлебом. Но 16 век был завяткой. Вот, 16 век и первая половина 17 века, вот эти периоды, они были завяткой. И не исключено, что многие вятские люди в тот период переселялись в Сибирь. Огромная же территория, она фактически была не заселена. Вот, и вятские люди были среди первопроходцев, первопроходцев. И понятное дело, что, ну, кто туда мог поехать, туда могли поехать люди предприимчивые. Поехали купцы, вот, поехали крестьяне, да, и таким образом вот налаживали экономику одного из новых регионов российского государства. Вот, вы знаете, у нас всё время происходят вот такие переклички с другими периодами. Я думаю, что это хорошо, потому что мы, вот, когда будем говорить о 17 веке, мы о вятских людях скажем о том, что вот через Сибирь шло ведь и знакомство России с китайской цивилизацией. И вятские люди тоже тут сыграли очень-очень большую роль. И вот в освоении Сибирь, в Сибири огромная роль принадлежала ещё купцам Строгановым. Да. Это очень известные купцы. Кстати, как раз вот в конце 15-го, в 16-м веке шло становление этой династии. Строгановы занимались продажей хлеба первоначально. Вот, и как раз вот в 15-м, 16-м веке они обратили одними из первых в России свой капитал в производство. Они вкладывали свой капитал в добывающее производство и, в частности, в добычу соли. Вот, и тоже очень интересные исторические факты, связанные с небольшим городком Кай. Сейчас это Верхнекамский район Кировской области. И как раз вот Кай являлся прикамской вотчиной Строгановых. И многие авиатские купцы, в том числе вот и купцы Рязанцевые, ехали в Кай для того, чтобы там закупить Строгановскую соль. И затем соль развозилась по городам и сёлам уже в авиатской земле. Роль соли в тот период была огромной. Консерватор? Это был консерватор. Вот, консерватор и для рыбы, а учитывая то, что мы живём в зоне, где длинные зимы, вот, но особенно вот в тот период, там, 14-й, 15-й, 16-й, зимы были очень и продолжительные, и морозные. Вот, и без соли, как консерватора, обойтись было просто-напросто невозможно. И роль соли, она была очень-очень большой. Не случайно, что вот в следующем 17-м веке целые же соляные бунты происходили, когда повышали цены на соль, да. Вот, и вятские купцы участвовали, таким образом, в солиторговле. И вполне возможно, ну, вот, знаете, исторических документов сохранилось очень-очень мало от того периода. Вот, и, ну, документы, которые хранятся, к примеру, вот у нас здесь, в Государственном архиве Кировской области, самое раннее, это 18-й век. Вот, более ранние документы были, ну, уже в 20-м веке, отправлены в единый центр хранения. Ну, была вот такая компания для архивных документов, когда документы до 18-го века отправлялись из местных архивов в Москву, в Российский государственный архив древних актов. И вот эти документы хранятся там, хранятся там таможенные книги, вот, ну, другие очень ценные документы. Которые фиксируются как раз все сделки, да. Вот, да, 17-го века особенно, по 16-му веку документов сохранилось немного, к сожалению. Очень мало. Ну, дело производства тогда было всё-таки, ну, не таким, как сейчас. Ну, вот, и получается, что как раз благодаря тому, что Вятка всё-таки присоединилась к московскому государству, несмотря на то, что у нас выселили большое количество наших ковцов, да, в Подмосковье, с другой стороны, всё равно, благодаря тому, что государство московское развивалось, были даны большие шансы купечеству для того, чтобы налаживать торговлю с другими пространствами. Там, завоевали Север, Архангельск, да, пошли в Сибирь. Что из себя представляла Вятка в это время, вот этот город, как он развивался? Она богатела или она как-то чахла тихонько? Строилась активно. Что случилось, да? Вот как раз в этот период, о котором мы с вами говорим, в 15-16 веках, шло формирование торговых путей. Вот Сибирь была присоединена, ну, соответственно, вот торговый путь, один из торговых путей в Сибирь пролёг через Вятскую землю. И, соответственно, вот территория Вятской земли стала и транзитной территорией, да. То есть через Вятку шли торговые караваны. И, кстати, вот очень любопытно, что у нас здесь раньше, чем в других регионах, стали появляться ярмарки, которые носили общероссийский характер, да. И одна из первых ярмарок, хотя она и появилась не в 16 веке, но это было самое начало 17 века. В 1607 году в Хлынове появилась Семёновская ярмарка. Она проводилась в Семёнов день, 1 сентября. И были периоды, когда она продолжалась, ну, в течение двух недель, иногда месяца. И Семёновская ярмарка, вот начало 17 века, она сохранялась вплоть до 1917 года. И затем уже в период НЭПа в 20-е годы Семёновская ярмарка продолжала существовать. И не случайно, что один из первых центральных рынков, вот уже в наше время, ведь появился не там, где вот сейчас рынок находится, а на месте бывшего Семёновского торга. Это сейчас парк имени Гагарина. Семёновский торг на месте нынешнего парка Гагарина. Да, да. И улица, кстати, улица Воровского у нас ведь как называлась до революции? Как руна называлась? Семёновская, да. Я думал, да, Семёновская улица. Дело в том, что ещё не так давно вообще, в принципе, торговля, и в прессоветской же власти была, рынок рядом с филармонией, он до 50-х годов существовал, торговали пивом, семечками, рыбой этой же, солёной, кстати, и прочее, прочее, прочее. То есть место намоленное. Семёновская ярмарка. Заметьте, ведь бабушки там время от времени стихийно, видимо, их туда ведёт кармически, там нет-нет, да и что-то начнут продавать. Правда, в последнее время их уже не видно там. Бабушек не видно, но ярмарки по-прежнему передвижные там бывают. Да, кстати, да, филармонии. Да, и давайте вот сейчас, поскольку уже мы практически подходим к завершению программы, всё-таки напомним, в этот период, 15-16 год, как город наш назывался? Так, ну... Век, 15-16 век. Да, 15-16 век. Ну, вы знаете, тут спорные вопросы, связанные с названием города. Ну, считается, что город Хлынов, ну, первоначально, в 1374 году была Вятка. Наименование Хлынов появилось в 16 веке в связи со строительством Кремля. Вот, и 16-й, 17-й, и 18-й век – это время развития города Хлынова. Ну, если посмотреть на карты, опять же, даже в том числе, там, немецкие, купеческие, заграничные карты, это отмечено именно Хлынов. Хлынов. Ну, или там с производными Хлыновск, что-то такое. То есть вот мы сейчас завершаем 16-й век и завершаем под названием, то есть рассказом о городе под названием все-таки Хлынов, с именем Хлынов. Я благодарю Михаила Сергеевича Судовикова, доктора исторических наук, доцента заведующего кафедрой отечественной истории и директора Кировско-областного краеведческого музея, Романа Веселкова, всем известного, да, нашего коллегу. И говорю, что мы встречаемся через две недели, в пятницу, также в час дня в программе «Сделано в Вятке» и займемся уже историей 17-го века. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Сделано в Ветке Редактор субтитров А.Семкин